Старик — одна из самых редко ставящихся пьес Максима Горького. Между тем, режиссёр Юрий Ерёмин обращается к ней во второй раз. В первый он ставил её в Театре Советской Армии 40 лет назад. Очевидно, что конфликт пьесы не теряет своей актуальности. Если я в горе, то иду в двое. Юрий Ерёмин, говорит, ставил спектакль о духовной оккупации человека человеком, способной без оружия и физического насилия, лишь воздействуя на психику и манипулируя сознанием, растоптать личность. Режиссёр перенёс время действия пьесы с начала 20 века, в его 50-е годы. И вот уже центральный персонаж Иван Мостаков — прораб на социалистической стройке. Он состоятелен, успешен, влюблён в умную и красивую женщину Софью Марковну, вдову полковника. Всё в его жизни хорошо. До тех пор, пока не является некий старик, он же странник, главная цель которого — раскрыть тайну Мостакова. Невинно осуждённый 10 лет назад он сбежал с каторги. Для меня всё-таки, наверное, это про человека, который берёт и несёт ответственность. Совесть, ответственность. То есть для меня вот это главная спектакль. Сейчас как-то совесть — это понятие такое не очень модное. И оно ушло куда-то далеко. И говорить, наверное, об этом нам сейчас нужно. В роли старика-странника Виктор Сухоруков. Актёру не раз доставались роли отрицательных персонажей. Но сыграть абсолютное зло — редкий шанс. Зачем бежал? Жить я хотел! Работа! У-у-у-у! Страдание вожде работает! Да кому нужно твоё страдание, а? Ну, кому? Ну, говоришь-то, герой! Не ори! Не лойся! Страннику, обиженному на весь мир, не нужны ни деньги, ни что-либо другое. Его месть ради мести. Единственная мечта — заставить другого страдать. Никто и ничто не может его отговорить. У Горького, мне кажется, было достаточно однозначно, что все предали главного героя, в том числе и мой персонаж. А у нас мы это как-то всё-таки решили сделать про любовь и о большой любви. И вот сейчас непонятно, сбавляет ли он героиню, свою любимую, от этого поступка. Или она сбегает, потому что он её обманывал, жил во лжи. И десять лет он врал ей, что, в общем, кто он есть, а на самом деле под чужой фамилией. То есть вот такая вот очень неоднозначная история. Полностью сохранив сюжетную линию пьесы Горького, авторы спектакля попробовали посмотреть на её события чуть менее однозначно, провоцируя всё новые вопросы и размышления. Валерия Кудрявцева, Дмитрий Яковлев, Новости культуры.